Здарова, друзья! 2019 год подходит к концу. Я обязательно буду подводить его итоги и сниму еще видосы о лучших шутерах, лучших играх в открытом мире, да и не только. Но все это будет в декабре. Сейчас же я расскажу вам о 10 великолепных играх, совершенно разных жанров, которые уже успели выйти в этом году. Ну а перед началом я, конечно же, порекомендую вам подписаться на мой второй канал, ссылочку на который вы найдете в описании. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее и погнали! Resident Evil 2 Remake. Шедевральная игра в новом, современном обличии и полностью переработанная вернулась к нам прямиком из 1998 года. В январе этого года на релизе она произвела эффект разорвавшейся бомбы, рекордные продажи для серии, множество положительных отзывов и запредельные рейтинги. Плюс тысячи видосов на ютубе с побегом от тирана. Ну или видосов, где с помощью модов тиран превращается, ну например, в клоуна из Оно, или любого другого монстра. Да и не только монстра, феей или принцессой его тоже делали. Игру можно и нужно пройти несколько раз, играя как за Леона, так и за Клэр. Варианты прохождения отличаются друг от друга, да и оружие у героев разные, но вот тиран за ними гоняется один и тот же. И короче говоря, игра чертовски крута. Обязательно ее оцените, если еще этого не сделали. Метро Экзодус Метро Экзодус. Самая долгожданная, амбициозная и как уже оказалось лучшая и самая великолепная часть серии игр Метро уже вышла. И помимо огромного количества положительных отзывов, она само собой побила свои же рекорды по продажам. Точных цифр на данный момент нет, я не смог их найти, но спустя месяц после релиза было опубликовано, что в одном только стиме было более 200 тысяч предзаказов. А продажи в Epic Games Store достигли миллиона копий. Плюс, конечно же, не стоит забывать, что большинство продаж, как всегда, пришлось на консоли. Короче говоря, ну это феноменальный успех и лучшая игра франшизы. Уже официально подтверждено, что новая часть в разработке. Глуховский приступил к работе над сценарием и сам подтвердил это в своем инстаграме. Думаю, официальный анонс следующей части состоится в 2021 году. Это вроде как логично, так что будем его ждать, ну а пока ждем, наслаждаемся игрой в исходе. Всегда выживай! Но ты о ней думал? Она же тебя дураколюбит! Ай, никого ты не спасешь! Я живу неверно. Но будущее, это все, чего я боюсь. Far Cry New Dawn Это внезапное продолжение пятой части Far Cry, которое дало нам возможность окунуться в ранее неизведанный этой франшизой сеттинг постапокалипсиса. Короче говоря, это все тот же пятый Far Cry, с той же картой, только сильно измененной под стилистику апокалипсиса. Вот только благодаря неким особенным растениям, в отличие от всего другого уничтоженного мира, именно округ Хоуп, где мы и находимся, превратился не в пустыню, а в самые настоящие зеленые джунгли. Так что шикарных пейзажей в игре очень много, а исследовать ее открытый мир это одно удовольствие. Удовольствие Devil May Cry 5 Эх, как же сильно я заорал просто в голосину, когда на E3 2018 увидел первый трейлер. Ну наконец-то подумал я, Devil May Cry возвращается, и да, черт возьми, возвращение удалось на все 100%. Вообще начало 2019 года выдалось очень горячим, и шедевров повыходило действительно много. Devil May Cry 5 не стало исключением. Разработчики и издатели после релиза почти сразу отчитались о рекордных продажах. Рейтинги игры достигали до 90%. Всем игра очень понравилась, возвращение удалось, что неудивительно, ведь всей этой похвалы эта игра точно заслуживает. Секиру Shadow Die Twice Игра от разработчиков From Software, чьи игры я всегда обхожу стороной. Но шуму весной она наделала много, так что и место в топе она конечно же тоже заслуживает. Секиру, как заявляют многие, стала самой необычной и экспериментальной игрой в серии. Большая часть механик была переработана, но свою фирменную хардкорность игра не утратила. И жопы от ее прохождения у многих даже горели сильнее обычного. Так что если вы тоже любитель чего-то нервно уничтожающего, то вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дейсган. Этой игре уже многие успели дать статус вообще лучшей игры про постапокалипсис в открытом мире, которая когда-либо создавалась и выходила. Вообще, если речь идет не об открытых мирах, то такое звание по праву заслуживает The Last of Us. Ну так вот, создатели Days Gone с такой же детальной точностью и вниманием к деталям создали не просто линейную игру, как The Last of Us, а игру в открытом мире, у которой даже продолжительность сюжета больше, чем Last of Us. То есть помимо длинной и шикарной сюжетной кампании, вам еще предстоит исследовать огромнейший открытый мир, который ну просто невероятно атмосферный. И тут еще вдобавок ко всему смена сезонов есть, да и вообще игра ну просто шедевр, однозначно рекомендую. Рейдж 2 Это один из лучших шутеров 2019 года, в котором практически нет сюжетной кампании. Я сам прошел эту игру на 100% и для полного ее прохождения мне понадобилось 40 часов. Но большую часть этого времени я, конечно же, исследовал открытый мир, наслаждался его красотами и богоподобным шедевральным геймплеем. А вот самой сюжетки в игре максимум на 3 часа, а ее суть заключается в убийстве босса. Более простого сюжета я давно уже не видел, но минусом я это все-таки не считаю, ибо понимаю, что упор делался не на сюжет, а на геймплей. И геймплей просто шедеврален. Так что окей, менее великолепной отсутствие сюжета игру не делает. A Pledge Tale Innocence Это игра с сильным сюжетом. История крутится вокруг старшей сестры и ее младшего брата, которые будут пробираться через полчища крыс, убегать и сражаться с ужасной инквизицией. История здесь и вправду шикарная. Геймплей тоже крут. Много изобретательных моментов. Короче говоря, разрабы постарались. Игра точно стоит своих денег. Control Долгожданная игра от студии Remedy, которые подарили миру потрясающего Макса Пэйна, Алана Вейка и великолепную Quantum Break. Control стала одной из самых низкобюджетных игр студии. Но несмотря на это, у талантливых разработчиков получилась самая настоящая годнота. И с частичкой инноваций. Особенно можно отметить систему разрушений. Физика разрушения достигла невероятно максимального уровня. Более детального реализма не видела еще ни одна игра в мире. Геймплей тоже очень динамичный. А вот сюжет запутанный и без разумного финала. Что огорчает. Но в игру все же стоит поиграть именно ради геймплея. Apex Legends. Это одна из первых игр, которая вообще вышла в этом году. Она взорвала все рейтинги. Обогнала на Твиче вообще все игры. Со временем ее популярность, конечно, упала. Люди долго ждали обновлений. Поэтому впечатление немного испортилось. Но уже летом разработчики активно начали ее поддерживать. И она закрепилась в топе Твича. И по сей день удерживает очень высокий онлайн. В общем, это королевская битва во вселенной Тайтанфул. Так что обязательно поиграйте. Ну а на этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем удачи и всем пока.